всем привет меня зовут сергей мы с вами продолжаем мор утопию и это уже второй раз как я записываю эту серию потому что первый раз я записал с продолжения с окончания той нашей предыдущей серии но потом так походил еще подумал прикинул ну действительно револьвер не такая дешевая штука в этом мире поэтому в этот раз я все же пойду за револьвером все прощено да 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 это мы уже читали да это мы уже читали удачи тебе мужик оружие у меня все лежит в ящик и медикаменты у меня с собой ну и собственно говоря понеслось налетай собаки блин вот они быстрые да чё ты ноешь-то это не ко мне вопросы это к этим усатым паскудам так давай да 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 конечно благодаря вашим своевременным усилием ага в наших трудах не успели подходи себя опасности в смысле что за я не боли бабу да что за хрень то что-то я не понял почему я не смог ли ну конечно почему я не смогу в этот раз кует решет куда прострелить давай-ка мне в пятку и мужик слышь мужик и выпусти меня вот вот так вот почему-то папа ой ой суки где-то там получается есть дырка между этими этими а где-то нету слышь тыщ вот тыщ но это не отменяет того что я еще и на этих придурках репутацию свою потеряю ну в принципе с учетом того сколько у них лекарств и лишних явно органов и патрончики да уйди то от меня сущая зараза так мирадорм репка выросла так момента давай-ка мы на этим сохранимся вот так вот на этом дядьке здесь посмотрим ничего нету у меня здоровье сейчас дохнет как бы это не звучало давай посмотрим если мне сейчас хватит если мне сейчас хватит этой репутации для того чтобы меня собственно никто ногами по лесу не бил то тогда на этой ступени мы остановимся надо дойти бы до дома так сколько время 14 надо бы дойти до дома и знаешь что сделать морфина на пузырится и лечь спать пойдем блин мне еще и столько инфекции инфекция это когда растет и начинаешь терять хп-шку универсальный обезболивающие группы эффекта 5 так сейчас я буду сам на себе по ходу дела ставить эксперименты дай-ка мне в пятку мирадурма мирадурма мне скорее всего не хватит ну-ка ну и да я сейчас умираю да понятно тогда быстрая загрузка надо сейчас бавить инфекцию возможно повысить еще иммунитет не только после этого уже ложится спать медикаменты хорошо повышает иммунитет этот прямо вот смотри отлично повышает иммунитет ну-ка дай-ка мне еще раз уйди инвентарь дай-ка мне еще раз в пятку медикаменты и это что отлично повышение иммунитета 50 вот у меня есть повышение иммунитета 80 нового здоровья минус 7 это плохо так морфин не так чтобы сильно мне и помог а где у меня всякая яга которая снижает инфекцию а в смысле а вот в три раза снижает хриномицин уровень заражения и в смысле нет дай эй я все же сдох я тоже мне вроде не так и много ой не так и мало ща здоровья было чё я сдох то давай сделаю я вот так наверно и вот так вот так то мне наверно хватит уже медикаменты да нифига ты смотри блин вот это ловушечка ну вот так то мне точно должно хватить вот вот так хватило иммунитета почти нет здоровье тоже усталости до хрена инфекция ушла так хватит мне сейчас уйди инвентарь дай-ка мне в пятку медикаменты и хватило иммунитет почти на максимум и все замечательно так репутация почти на половину здоровья максимум иммунитет все хорошо с голодом все не очень усталости мало инфекции мало одежку надо починить ладно забираем забираем все то что у нас здесь кольцо дай сюда блин где кольцо давай рецепт уходи органы тоже давай так это винтовочный винтовочный патрон надо забрать эти ножи вот револьверные патроны и от лишних ножей все же избавиться потому что на кой черт с ними таскаюсь отмычек так много мне тоже не надо с собой за раз обрез один надо продать так еще один нож ну одна отмычка два ножа на продажу один обрез на продажу 16 револьверных патронов слушай да я тебе реально весь город перестреляю да хорошо давай мне сюда сохранялку вот так и чё не покажешь как револьвер заряжаешь да жаль ну ладно аааа мне сейчас же к бакалавру идти правильно угу приглашение бакалавру крысиная бега а как мне поймать то эту крысу не я конечно понимаю что мертвая крыса бегать не будет но неотложной важности касается моего колодца так дядя большой влад а младший младший здесь по моему живет я уже не помню мы с ним по моему ни хрена не общались в любом случае в любом случае сейчас идем на запад там по пути за одну туда мину проверим и надо все же выяснить насчет репутации будут меня сейчас ногами бить или нет надеюсь что нет потому что если будут я буду отстреливаться это реально просто нифига не честно так поступать с игроком да и вообще где диск логика не я конечно понимаю что мор игра очень необычная очень специфичная но невзирая на то что здесь очень сильно по-своему подается сюжет подается вообще все как то это уже вообще фак логик когда вот чувак вылезает из камеры убивает сразу двоих этих усатых типа сторожей при этом тут же на полу валяется двое еще не сдохших он одному из них дает лекарства чувак вылечивается и все репутация восстановлена бред какой то во зараженная зона кстати ноткин блин ну его нахрен этого еврея хотя нет мне надо знать же где этот райончик сегодня можно помародерствовать а сколько у меня денег с собой 4000 на карту хватит вот кстати дедули а нет погоди сначала карта карта у нас там 2000 стоит правильно правильно а нож 0 76 96 1200 так два косаря уже все больше ничего общения не хочешь стой 2000 есть 2000 у меня сейчас ноткин забирает у меня остается 600 монет и это плохо с учетом того что у меня голод скоро вырастет но однако этот работяга не попытался меня сейчас побить я пришел за картой а 1000 все путем работяга не попытался мне сейчас навалять по щам а это значит что с репутацией у меня уже все хорошо не так чтобы очень возможно кто то от меня отвернется где нибудь как нибудь ну да и фиг с ним ладно пойдем уже ну вот мяса по пути купил почему бы и где этот провиант все равно голода еще очень много о замечательно это мне да точно это и есть младший влад видите работа остановили самый неподходящий момент что случилось земля провалилась под рабочими когда они полезли в провал то обнаружили лаз похоже что нижняя поверхность этого лаза представляет собой ту самую твердую кору на которую натыкали все попытки пробурить колодец чё это за лаз целая пещера эти бездельники уверяли что видели там свет слышали хрипы и глухое пение бред конечно однако они так суеверно эти рабочие теперь ни за какие деньги они не хотят лезть вниз нет такого смельчака опять выясняется что это святотатство если вы спуститесь туда и узнаете что это за полости я не останусь в долгу и сколько вы готовы пожертвовать на эту экспедицию я делаю это бескорыстно из чистого интереса наверняка вот этот вариант ответа тоже предполагает какую-либо награду поэтому я его и нажму ёпт Слышь эй Сохраниться то дай сначала эй лестницу спусти Влад Влад Сука ты Влад Ладно поехали Зря я быстрое сохранение щас нажал ну и ладно надо было отдельный слот сделать так где то что то записалось колодец младший брат Влад надрезал шкуру земле верно он не ждал что внутри будет жизнь иначе его не удивило бы что изнутри доносятся стоны он предлагает хорошее вознаграждение за подробный осмотр открывшихся внутренностей это кто говорит то пойду вдоль правой нихера не видно вообще просто нихрена не видно видите ну мне такое ощущение что я брожу как по какой-то вине по вине по артерии Угу, тупичок А факел? Нет, факел взять с собой нельзя Вот каждый раз, с каждой новой серией Мура Когда я смотрел на то, как развивается сюжет На то, что происходит на экране Мне каждый раз в голове возникал один и тот же вопрос Который звучит как, что за херня здесь творится Но сейчас у меня даже этот вопрос уже где-то застрял Просто и не вылез Я просто с немного охуевшим выражением на лице смотрю в монитор И жду развития событий А долго мне здесь ходить-то? Вот Влад, паскуда А, ну понятно На карте отмечено, как будто я стою в доме Мужчина, хватит бормотать Во Что, блять? Я тоже так умею Не бурах ли? Бурах, бурах Ну, на что же ты рассчитывал? Стой, ты что за тварь? Хотел полюбоваться на это чудо поближе Кресиный пророк Э! Я пророк, я пророк Зачем ты здесь? Ты не слышишь своего отца? Слышу, но не верю, это трюк Мда, значит, хорошо получилось Слушай еще Что тебе надо? Зачем вы глумитесь над мертвыми? Глумимся? Кто глумится? Смотри мне прямо в глаза Мне трудно дышать Слушай, как твой отец тебе стонет Или ты не хочешь узнать, кто лишил его жизни? Слушай внимательней Разве это не его голос? Крыса, ты дурак? Странные организмы обитают в утробе Бодха Что это было за существо? Дух, видение, порожденный моим воспаленным мозгом Или волей скопления крыс Говорят, что крысы, когда их много умеют ношать людям Самые дикие образы Откуда-то сверху чувствуется приток свежего воздуха Там выход Пожалуй, можно возвращаться к младшему Владу А, погоди Возвращаться Дай-ка мне в пятку Дай-ка мне даже не в пятку Дай-ка мне Да-да-да Ты охуенин Давай сделаем вот так Вот просто отдельным сейвом И пойдем Пробегусь по-быстренькому Если я ничего больше интересного здесь не найду То, наверное, тогда это и на запись опять не попадет Угу Я пришел к самому-самому началу Нет, нифига здесь больше интересного нету Поэтому я просто загружаюсь на наш предыдущий сейв Где он? Вот он, да? Да, вон там эта крыса Поехали Здорово Вкусная рука-то? Ты дурела Так, ладно, пойдем Окей А скринали закрыто? Я только что отсюда вылез И где я? Я на задворках театра Понятно Так, ну и ладникам В принципе Мы остались недалеко от Ольгимского Поэтому сначала Оказались точнее Поэтому сначала мы идем к Ольгимскому Вон там кто-то кого-то мочит А нифига себе это шустро Эта карга носится Жесть какая Так, девочка, стой Давай подоргуем Стой 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 Че, репутации шоу не хватает? Ай Ну иди отсюда Блять Ненавижу гребаных крыс Так, пацан Давай торговать Так Амирадор Два Нож пять Нет Отдай мне одну Угу Угу Все, пацан Свободен Блин, иммунитет уже В половину упал А здоровья сколько? Ну здоровье еще до хрена Это радует И я тем временем Практически пришел Так, пацан, стой Давай-ка меняться Давай-ка не надо Я получается Приобрел револьвер Но потерял Половину игрового дня Так Ты со мной разговаривать не будешь Не буду даже и пытаться Здарова, Данковский Выживают люди Которые Так Ты счастливая избежала тюрьмы Вот Вот только надолго ли Опять все то же самое Тот же самый диалог Так, ну хорошо Ай, блин Ну ай, что я сделал Прощелкал диалог Извиняюсь Я же его В другой серии записывал Скажем так Параллельно этой Там было немного Другое развитие событий Ну и ладно Я понял твою мысль Мясники, невесты Адонхи Интересно, почему Да закономерность Вот я изжаю Что сейчас они все Заперты в термитнике Интересно А вдруг все эти Тыщи живые и здоровые Проверить бы Но это я возьму на себя Так, хорошо Я найду кого-нибудь Короче У нас сейчас есть вариант Либо прийти сюда И С танцовщицей Сердце вырезать Либо прийти к оспине Или к оспине И Трепещущее сердце Бакалавр вывел Что Вывел, что Единственное место Где можно встретить Песочную язву Живое человеческое сердце Что-то в крови степняков Задерживает развитие болезни И это может быть Именно тем Что нужно для создания Панацеи Отдаст ради этого Оспина одного из своих Мясников Или Андрей Одну из своих Танцовщиц Надо еще К Владу Зарулить Красивная бега Как мне эту крысу Ловить бы Может мне ее Кулаками отхуяще Чтобы она сознание Потеряла Что Тоже вариант Блин Я не хочу И о спину Ити поставлять Потому что Если С ней Типа общаться То получается Она же там Этих мясников Прячет И в какой-то из предыдущих Серий Просил Что говорите Потому что Не рассказывай Там никому Где эти мясники Там не предавай Там вся херня И мне не хочется Ее предавать Ну и Танцовщицу Идти Идти Рубить тоже Желания Особо нет Давай сделаем так Давай я сохранюсь Вот на это Замечательное дерево И это будет У нас Отправной точкой Можно будет Сейчас бегать Сюда Можно будет Сбегать И сюда Посмотреть И то И другое Развитие событий И тут Другой вариант И потом Выбрать Наиболее Приемлемый Здорово Пацан Давай торговать Вот Кстати Хреномицын Давай сюда И Миродорм Тоже Значит Итого Девять Пять Шесть Семь Восемь Девять Ага Замечательно Ага Серьезно Ладно Сработала Теория У меня Получается Обрез Только Остался Один Лишний Так Нож Работает Да Девяносто Два Процента Хорошо Один Лишний Обрез Который Который Тоже Тоже Можно Будет Продать Либо Поменять На Другой Огнестрел Надо Выйти Наверное Сейчас Сюда Перейти Через Мост Там Сделать Еще Одну Сохранялку Над Которой Потом Уже В две Разные Стороны Можем Пойти Да Тут Даже Есть Еще Более Крутое Дерево То Было Какое Тоще А Это Прям Здоровенное Поэтому Владу Я Не Стал Заходить К Младшему Хотя Возможно И Стоило Бы Ну Да И Фиг С ним Пойдем Сначала Наверх К Танцовщицам Потом Направо Если Что Можно Будет Отгрузиться И Пойти К Нашей Душеприказчице А Потом Уже Все Остальное Вот Мы И Пришли Итак Тебе Хочется Чего Нибудь Особенного Молодой Бурак Я Должна Тебе Поименоваться Я Дочь Будха Но Местные Зовут Меня Верой Почему Ты Видишь Я Танцовщица Это Особенная Профессия Слишком Древняя Мы Должны Чтить Ритуал И Следовать Обряду Даже Больше Чем Мясники Разве Твоя Профессия Связана С Религией Шутишь Бурак Танцовщица Знает Линии Только Танцовщица Владеет Священным Искусством Изгиба Линии И Продолжение Линии Сейчас Мы Не танцуем По случаю Траура Но Когда Настанут Лучшие Времена Ты Увидишь Как Далеко Мы Умеем Протягивать Линии Тела Надеюсь Лучшие Времена Настанут Скоро Тебе Хочется Чего Нить Особенного Они Теперь Осмысли И С тобой Можно Только Поторговать Здоров Так Патруль Не Слишком Террасторопная Ты Старше И Мне Нужна Одна Из Этих Женщин Я Ими Не Торгую Ну И Не Отпускаю Отсюда Особенно Теперь Они Мне Дороги За Последние Несколько Дней Сделался Сентиментальным Я С ним Побеседую Не Водражаю Беседуй Ты Со Мною Будешь Побеседовать Ясно Понятно Слышь Верк Я Явно Чуть Не Понимаю Этой Жизни Может Мне Репутации Не Хватает Чтоб С ней Поговорить Не Ну Нельзя Верку Ножом Тыкать Короче Я Еще Разок Загрузился Сюда Сгонял В этот Притон Пообщаться С Веркой И По-моему Мне все же Репутации Не хватает Чтобы с ней Нормально Пообщаться Потому что Как я уже Говорил Я Эти События Часть этих Событий Уже Видел И доходил Как раз До Верки Есть Есть уже Снятая Серия Которую Скорее всего Просто Не буду Публиковывать А публикую Именно этот Вариант Так вот В том Варианте С Веркой Было Больше Диалога Больше Вариантов Диалога И С ней Можно Было Встретиться Потом Еще За Домом Петра Стаматина Вот На встречу Я к ней Не пошел А сейчас Этого Варианта Диалога Не было Ну Другого Варианта Кроме Как Того Что Мне Не Хватает Репы Мне В Глубу Не Приходит Ну И Ладно Идем К этой Нашей Подруге Здорово Мать Я Пришел Любое Вранье Окажется Правдой Не Стоит Хитрить Землей Ну Клад Готов Следовать Твоим Линиям Ставший Из Бурахов Это Действительно Так Сестра Я Не Бросаюсь Такими Словами Мои Линии Привели Меня На Кровавый Путь А Ищешь Свою Жертву Знаю Чем Я Могу Тебе Помочь Мне Нужен Мясник Главное Ты Ничем Ты Слишком Ничтожное Существо Ты Пиздец Бурах Странно Тебя Такое Слышать Неужели Ты Думаешь Что Твой Отец Думал О Столь Ничтожном Существе Ты Не Там Мне Нужны Ткани Одного Теботха Вздорное Сонятие Не Мне Судить О Действиях Старших Родов Но Ты Особенный Случай Ты Вырос Не Здесь Приехал Недавно Я Опасаюсь Ты Подпал Подпал Под влияние Бакалавра Острозубого Мерзавца Который Всех Нас Закопает В землю Я Ему Не Помощница Не Судя Моих Поступках Женщина Следуя Завещанию Своего Отца Ты Будешь Помогать Мне Я Следую Завещанию Своего Отца Лучше Уж Тогда Раскрою Одного Червей Или Невесту Танцовщицу А ты Пытался Попасть В термитник Да Это Безнадежное Времени Нет И Порубовать Не Хочу Умереть Это Для меня Времени Нет Ладно Действительно Не Мне Судить Ты Хочешь Чтобы Я Указал А тебе Отправили К Собирателям Тупые Звери Неужели Они Думают Что Сумеют Угадать Линии Для Такого Дела Не Верю Какому Собирателю Этого Я Не знаю Но Мне Кажется Им Нужны Не Сами Собиратели А Травяная Невеста С кем Она Сейчас Живет Мне Не Особенно Интересно Ясно Понятно А В прошлый Раз Кстати Эта Невеста Вроде Как Вот Здесь Жила У Этого Червяка В Этот Раз Смотри Переехала К Этому Гулящая Подруга Так Писюлька Опять Новая Невеста Сожительница Одного Черви Собиратель Тверей Шанс Застать Их Там Да Пойдем Пойдем Туда Так Сколько Там Два Цить Семнадцать Блин Надо Ускориться Надо Очень Сильно Ускориться У Меня Всего Четыре Часа А Даже Меньше Три С Половиной Надо Лететь Просто Напролом Туда Еще Бы Успеть К Владу По пути Зайти Здесь Всегда Были Сверчки Эй Не Подай По-моему Раньше Сверчков Не Было Ай Вот Чума Поганая А Сука Успела Все Меня Цапнуть Ладно Не По-моему Раньше Сверчков Не Было И Сколько Там Время Двадцать Пятьдесят Замечательно Я думаю Я Все Успею Ваша Основная Миссия Таааак Я Был Там Как Видите Выбрался С другой Другой Странной Это Миссия Проколодец Поздравляю Чего же Это Такой Это Шахта Кто-то Прокопал Со стороны Городского Театра Пещера Выкопанная Довольно Давно И Нижний Пласт Действительно Мало Похож на почву. Кому это могло понадобиться? Мне показалось, что я встретил там странное существо, но, возможно, это была галлюцинация. Я не знаю, там чё нет. Оно, случайно, не было похоже на человекообразную крысу? Да? Интересно, очень интересно. Предполагаю, что это иллюзия. Морок, который навевает самым разным людям какое-то существо. Выпали жертвой гипноза. Что оно сказало вам? Боц, что-то невразумительное. Вот награда за вашу отвагу, мастер Бурак. Спасибо вам. Мы не будем больше об этом говорить. Вы возбудили моё любо... Слышь! 7000 дал рецепт. Я лучше управлять людьми, чем... Ать! Блядь, вот ты пёс. Колодец. Младший Влад надрезал шкуру земли, верно он, да? Странные организмы обитают в утробе Бодха. Что это было за существо? Дух, видение, порождённое моим воспалённым мозгом или волей скопления крыс? Говоря, что крысы это до этого читали, младший Влад отреагировал на новости с пониманием, говорить об этом отказался. Кажется, взглядом он дал по ней, что его слова могут услышать. Здесь какая-то тайна. Интересно, что и откуда известно ему об этом создании. Слышь, дурила! Ещё и в текстуре застрял. Ну и ладно, он дал мне, в принципе, 7 косарей. И один новый рецепт. Сочетание... Музыка напрягающая заиграла. Новое сочетание трав. Десятое. Три чёрные, бурые, без савьёра, без плетья. Три чёрные, к ним стебель бурые. Интересно, а у меня без всех этих сочетаний в кармане работали бы эти рецепты, если бы я их просто так смешивал? Чума поганая. Ну, вроде как, я всё успеваю. Время 10 минут десятого. Я уже почти прибыл. И, кстати, ночь. Сейчас, если успеем сделать этот квест, главное успеть, конечно. Блин, а это надо ещё вернуться успеть к Ольгинскому. Притащить ему это сердце. Как же всё неудобно. Да и вообще, не хочу я из этих самых, из девчонок, сердце вырезать. Они же не виноваты в том, что они не заболели. Что у них там плохо, эта зараза развивается. Ну, хочу, не хочу, а F5 нажать надо. Так, мужики, я пришёл с миром. Наверное. Пиздец, вы страшные. Ладно, мне некогда. Ты сын своего отца, знающий линии. Ты умеешь освобождать плоть. Раскрой нам эту женщину. Почему никто из вас не может её разрезать? Прежде я раскрою вас, жестокие звери. Нахуй с пляжу. Нахуй с пляжу. Нахуй с пляжу. Эй, подруга, а ты чё... А взяла, учесала? Да не бойся ты, ну, я их всех завалил. Слышь? Стой. Иди назад. Да иди назад, не бойся. Назад иди, говорю, дурында. Стой. Ну... Ай, ладно, беги. Давай, короче, мне же, по сути, с этих тоже можно сердце вырезать, правильно? Это же эти. Это же те. Здорово, червяк. Я чувствую запах крови. Ну, конечно. Я только что на его глазах... Ай, мне взять-то эту хрень некуда. Здорово, мать. Давай сюда сердце. Слушай, ты успокой девахту свою. Она уносится, как ненормальная. А я пошёл. А я пошёл, а я пошёл. А идти-то мне совсем близко. Иммунитета уже половина. Инфекции половина. Блин, как же это надоело. А спина разозлится, наверное. Мясников её этих самых замочил. Ну, чё делать? Ну, я пришёл. Я принёс то, что ты спросил. Хорошо, ты уверен, что он был заражён? Не уверен, но выбирать особенно не приходилось. Да там три сердца, бакалавр, бери. Да я вот же знаю, проклятая спина всех до единого вывела в степь. Жизнь не видела более омерзительной особой, если они допредут до цивилизации, и все карантинные меры были напрасны. Они не заразны. Ой, нам полегче обоспения. Извини, я не думал, что у вас есть что-то общее. Не тревожься об её мясниках. Они никогда о себе не напомнят. Почему ты так уверен? Если бактерия в них живёт, но не развивается, они очень даже заразны. Это бродящие брандеры. Брандеры? Что такое брандеры? Ладно, потом посмотрю. В любом случае, в цивилизацию они не пойдут, а селут в своих кощевьях. Опа. Киношка. 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 Чё он сказал? С меня довольна? И? Что ты увидел? Да, это то, что было нужно. Оно ещё живёт. Бактерия там. А те антитела, без которых не сделают сыворотку. Ещё не знаю. Через несколько часов я пришлю тебе письмо с результатами анализа, а до тех пор не спешу вырезать сердца для своей ванации. Всё-таки дело такое, неоднозначное. Что? О, ты это мне говоришь? Долго ждать не буду. Извини, хотелось обидеть. Вырвалось. Бывает. И знаешь, я чертовски благодарен тебе, Бурак. Не знаю, как для тебя, но для меня это сердце клад. Жди новостей, вероятно, они будут хорошими 50 на 50. Ага. Заебись. Так, трепещущее сердце. Угу. И там и всё. Так, при заводах склад второй. По сути, сюда ещё можно зарулить. Склад второй при заводах. Заводской корпус 3. Заводской корпус 2. Это сюда, что ли? У нас заводы вроде как только здесь. Здесь бойный термитник. Ну, в принципе, время есть. Блин, нет. По-хорошему, лучше сейчас не крысой озадачиваться. Лучше сейчас озадачиться пойти в этот район. Пока новостей от Бакалавра нету, надо сделать так. Погоди. Чтобы помнить, что я жду новости от Бакалавра, мне нужен отдельный сейф. Вот так, вот так. Хорошо. На себя посмотри. Хрен его знает. Блин, да опять запутался. Вроде такой маленький дом и такой неудобный. Просто капец. Можно сейчас бегать и крысу посмотреть, что будет. И пойти здесь все обшарить. Ну, в любом случае, у меня же есть сейф на Бакалавре. Правильно? Правильно. Поэтому мы сейчас добежим до склада 2 и посмотрим, что там можно делать с этой крысой. Что там за крысиная бега? Ну, если я ничего не напутал, то это где-то здесь. Нет. Так здесь больше нету, нигде зайти нельзя. Может, я что-то и напутал. Ну-ка. При заводах склад второй. Но это заводской корпус, а не склад. Да нет, ну вот он вход. Здоровые двери, тут никак не ошибешься. Значит, это просто-напросто, короче говоря, не то здание. А может сюда? Опа. Писиголовц. Здорово. Ага, здесь, судя по всему, крысиная бега и проходит. Так, значит, смотри. Открываем новый аттракцион. Это крысиная бега. Для крыс всего три, условно говоря, мы называем их умник, лопух и нищенька. Но по одной дорожке бежит умник, по другой одновременно с ним понимаешь нищенька. Ну, а по третьей ясно, продолжай. Понятно, что крыса всегда разная. Это дорожки одни и те же. Бежит крыса по дорожке умника, проходит 12 порошков, если порошков, точнее, если переходит первый, значит победила. Кто на нее стоит, выигрывает. Вот такие правила. Как делать ставки? Нет, тебе ставки делать нельзя. Ты просто приносишь крысу. Дарушка твоей крысой ближняя. Если твоя крыса выигрывает, мы у тебя ее покупаем. За сильную крысу даем аж 500 манет. А если проигрывает? Тогда мы забираем ее себе. Ахаха. Пупыри. Глупость какая-то. Не, ну давай, ладно. Есть кое-что, давай проверим. Открытые достижения вот такие забавные. Так что ты встала-то? Ты куда? Слышь, да иди вперед-то. Ёб твою мать, ты дурная, нет? Я тебя сейчас подгоню. Иди давай. Лучше б я тебя убил. Никуда твоя крыса не годится. Пойдет собакам на корм. Или, может, хочешь забрать ее с собой. Слышь, не надо собак этим кормить. То не ясно, я столько за ней гонялся. Оставь ее себе, отпустите ее, пусть живет. Оставь ее себе. Отпускать ее тоже не надо, потому что это разносчик нехуйственной чумы. Если я-то, в принципе, еще отбиться от такой крысы могу, то мало ли кто-нибудь не отобьется. Короче, я понял. Крысиные бега это неинтересно. И все то время, которое я потратил на то, чтобы дойти сюда, я бы с гораздо большей пользой лучше бы потратил на то, чтобы пойти на север в этот зараженный район и поубивать маленько к гопоту, подфармить там все это дело. Поэтому, ребята, я просто отгружаюсь назад, а мы с вами продолжаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова